всем привет сегодня небольшая городская прогулка за воротом магазина сейчас выходной суббота и я стою около небольшого синтаистского храма здесь есть статуя семи богов счастья иногда этот храм называют храмом корабля сокровищ подобные статуи в японии считаются приносящими удачу статуя лягушки может вернуть то что вы потеряли в жизни и потерянную вещи возможно ускользнувшие ненадолго ощущение счастья около нее можно помолиться и за благополучное возвращение домой и выздоровление кого-то из близких друзей середина сентября это время религиозных синтаистских праздников во время них по улице проносятся переносной передвижной храма и народ гуляет и праздную подобные традиционные праздники проводятся после сбора урожая и это благодарность богам а также повод и самим отдохнуть и повеселиться это как раз и есть храм который помещается на большие такие носилки которые могут нести человек 10 остальные вокруг по улице выпивают кушают всякую уличную еду и в общем празднуют и веселятся обычно это вечернее шествие поэтому точно не знаю может быть это было прошлое воскресенье или будет только в эти выходные в том районе я же иду по улице на которой стоял храм дальше вперед к торговому центру глянула в переулок и увидела такой небольшой развальчик продавали здесь битую старую посуду но и не битая тоже было написано что это посуда периода та еще то есть от начала 20 века но не знаю я честно говоря сомневаюсь безусловно судя по внешнему виду эта посуда не новая ей несколько десятков лет но все равно цены мне здесь показались необоснованно высокими ну потому что этот центр прогулочная зона одна такая чашечка стоило сейчас покажу 20 долларов что-то дороговато правда одна такая тарелочка тоже 20 долларов эти подешевле 10 долларов за штучку японцы всегда любили красивую посуду и даже в этом переулке некоторые подходили смотрели что-то выбирали мне тоже очень нравится японская посуда она не шикарная как европейская но очень милая уютная и домашняя мне кажется что есть из японских мисочек даже вкуснее чем из простой белой тарелки не знаю что это за порода но просто пони вижу их не первый раз в этом месте раньше мы жили недалеко отсюда поэтому видела как с ними гуляют хозяева даже в токио не только пудельки и мопсики есть всякие разные собаки так вместе с ними я и дошла до робпонги hills честно говоря сюда я шла в кинотеатр но не для того чтобы посмотреть кино у нас была задумка вечером устроить кинотеатр дома и я решила накупить попкорна в ведерках а перед этим я побродила и поснимала вокруг скоро я поняла почему везде была расклеена реклама dior здесь был выстроен временный магазинчик dior алькс насколько я поняла не очень в этом разбираюсь это такая капсульная кажуальная зимняя коллекция так как это dior новые вещи новая коллекция цены здесь всех тысячах долларов несмотря на это покупатели там были сидели за столиками ждали примеряли но честно говоря мне показалось что это были богатенькие китайцы пони любят проводить время на горнолыжных курортах здесь много гор и свои есть спуски свои трассы с коньками здесь не так хорошо а вот зимой многие выбираются чтобы покататься на лыжах вся коллекция в спортивном лыжном стиле конечно красиво богато но для меня как-то тумач походить по магазину и поглазеть всегда интересно но а а а и и а и и и . Продолжение следует... Продолжение следует... Стелла Маккартни и Кристиан Лобутен. Есть здесь и магазины подешевле. Туда мы и зайдем, и поглазеем. Ходят, гуляют здесь и с собачками, и с подружками, и с семьями. Эту покупательницу я заприметила в Zara. Здесь этот магазин тоже есть и легко соседствует со всеми остальными. Я же сейчас зайду в магазин, который называется United Arrows. Здесь продается не только одноименный японский бренд, но и разные другие бренды японские и европейские. И не только европейские, американские и всякие разные. Магазин не дешевый, это не Zara, но и не сильно дорогой. Сравниваю с люксовыми брендами. Можно, наверное, сравнить этот магазин по ценовой категории с, допустим, Massimo Dutti. Но здесь все перемешано. Есть вещи подешевле, есть подороже, есть и брендовые. Продавался здесь и Valentino, и Max Mara. В общем, такой селект-шоп, в котором, в принципе, может себе найти что-нибудь любой японец. Но, опять же-таки, если говорить в глобальном смысле, конечно, не любой, а тот, который имеет нормальный достойный заработок. Кроссовки New Balance, которые я крутила в руке, стоили 140 долларов. Снова сандалии Nike, как я уже говорила, продаются прямо-таки везде. Вот так обстоят дела здесь с цветовой гаммой. Есть и яркие вещи. Но даже несмотря на то, что цвет сегодня в моде, в тренде, и модно носить яркие вещи, яркие комбинации, конечно, японцам это не свойственно. Классно смотрится удлиненный стеганый жилет. Вот если бы это было пальто, было бы, наверное, уже скучновато. А в виде жилета можно скомбинировать с каким-то ярким свитером, и будет моднявенько. Стеганые юбки, они тоже очень популярны осенью и зимой. Не только в этом сезоне, уже лет 5 я их вижу в Японии. Классное платье с таким умеренным жабо, прямое, шерстяное. По ценам, честно говоря, сейчас помню не очень, но вот юбка стоила долларов 200, чуть поменьше платья, я думаю, подороже, возможно, долларов 300, а то и 400. Японцы в одежде минималисты. В этом сезоне это тренд, поэтому, если раньше я говорила, что японскую моду трудно как-то перенять, позаимствовать и воспользоваться их стилем в какой-нибудь другой, не азиатской стране, то сегодня, мне кажется, японский стиль и японский выбор одежды может быть актуален везде. Год назад я в этом еще сомневалась, но вот в этом сезоне с уверенностью буду отстаивать позиции, что в Японии есть стиль и в Японии есть мода, которой можно следовать и быть актуальной и стильной в другой стране. Но справедливости ради отмечу, что здесь были и западные бренды, поэтому все равно будем смотреть, что же выбирают на Западе для себя японцы. Выбор с японским вкусом тоже может быть интересен. Эти сандалии бренда, которые я показывала в предыдущем видео, это Суикоки или Суикок. Там, где я примеряла кроссовки, были сандалии в более спортивном стиле, мне не очень понравились, а эти миленькие. Обувь на этих полках вся люксовая и не японская, не знаю, что были это за бренды, уже не помню, а дальше был бренд Манула Бланик и Валентина. Как я и говорила раньше, в этом магазине все смешано и такая разная выборка на японский вкус от сандалий Найки до Манула Бланик на высоком каблуке. Бахрома, она сейчас актуальна, но вот в одежде японцы ее для себя пока не выбрали, а в сумках много. Еще один уголок, итальянская мода, здесь я пошла посмотреть пальто от Макс Мара. Кстати, сегодня подобные модели делают уже и недорогие масс-маркет-бренды, будем ждать подобное в Заро. Снова меховые сандалии и эти марни. Здесь, конечно же, натуральный мех, натуральная кожа, цена, думаю, будет соответствующая. Это уголок классического стиля и на плечиках, на вешалках висит все такое миниатюрненькое, все такое маленькое. У вас сандалии, но уже искусственный мех, искусственная кожа. Это был бренд непосредственно United Arrows и стоили они, наверное, долларов 100 по 50. Осень и в Японии снова везде появились таби-ботильоны от Мезон Марджиелла. Сегодняшний шопинг-тур не заканчивается, сейчас мы перейдем в другой магазин. Это снова будет мультибрендовый магазин Универмаг Эст Нейшн. При входе красочный цветочный бутик. Осеннее настроение и осенняя цветовая гамма. Этот цветочный корнер носит имя флориста, который и создал этот бутик, их сеть по Токио. Он сам из Дании, но живет в Токио. Осенняя цветочная коробочка маленького размера стоит здесь 40 долларов, коробочка побольше уже 70. Букетная цветочная композиция 80. Готовые цветочные корзиночки есть разного размера, чем больше, тем дороже. Деревянные коробочки совсем уже дорогие, совсем подороже, но это из-за дерева. Сделаны они из традиционного родного для Японии дерева, здесь оно называется суги. И такие коробочки стоят уже 300 долларов. Это стоит и того дороже, но, по-моему, здесь какие-то цветы или сухие, или обработанные, в общем, они не завянут. Коробочку или корзиночку можно купить уже готовую, выбрать из того, что предлагается, или заказать, и тебе соберут свеженькую. Видит полностью весь магазин, очень просторный, многобрендовый. Есть у этого магазина и свой собственный бренд. Здесь много очень люксовых брендов. Есть и дизайнерские, есть западные, японские. В общем, для тех, у кого есть деньги, очень удобно. Можно прийти и посмотреть новинки из разных коллекций, из разных брендов. Ценами я здесь, честно говоря, даже не интересовалась. И была я не на всех этажах. Здесь, по-моему, три этажа и много всего разного. Прошлась я только по одному из них. Что видела, покажу. Удивительно, но все манекены здесь босиком. И обувь не стоит даже рядом. Поэтому всегда, когда я подходила и начинала снимать манекен, сверху вниз, все время наталкивалась на басую пластмассовую ногу. В общем, какое-то странное ощущение. Бренды, в общем-то, все люксовые. Все так дорого, красиво. Но чего-то не хватает. Манекены, честно говоря, стояли там очень сиротливые. Но Япония страна продуманная. Поэтому думаю, что этому есть какое-то, пока мне неведомое, стратегически коммерческое объяснение. Возможно, я прошлась мимо дорогого отдела. Но на сайте у них разные вещи. Есть и кроссовки Adidas. И цена, например, на обувь там есть и за 100 долларов, и за 2000. Так что в Японии в подобных мультибрендовых магазинах не обязательно все дорого. Можно ходить, выбирать и найти себе что-то по карману. В общем, если получится, погуляя по этому магазину еще раз, нужно будет посетить и другие этажи. Потому что всегда интересно, когда в одном месте разные ценовые категории, разные бренды, разные направления. Кстати, здесь очень много и японских марок. Я потом посмотрела на сайте. И постараюсь вернуться сюда как-нибудь, если получится. На сегодня у меня все. На этом я заканчиваю свое видео. Всем удачи, всем хорошего настроения. Пока, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok